Донецкая шахтера Михаил Денисенко Экзархом Киевским и всея Украины он грубо нарушил монашеский обет, был женат, имел детей. И все это знали. Жена Евгения присутствовала на богослужении, стояла на почетном месте. Мне духовенство Киевское рассказывало, что ей нужно было приносить запивку первой до того, как даже обычные люди после причастия запивали и так далее. То все даже ее называли владычицей. После смерти патриарха Пимена планировал занять его место. Был настолько в этом уверен, что заказал уже патриарший куколь. Но в 1990 году на архиерейском соборе митрополит ленинградский новгородский Алексей набрал вдвое больше голосов. Филарет легко менял взгляды на крайне противоположные. Если в советское время в соответствии с Лениной партией давил украинский национализм, то после фиаско 90-го года вернулся в Киев и сделал на этот самый национализм ставку, что полностью совпало и совпадает с генеральной линией киевских властей. К великим грехам Филарета вскоре прибавился еще один. Он стал раскольником. В 1992 году архиерейский собор русской православной церкви постановил извергнуть митрополита Иссана. Ему предложили тихо уйти в отставку. И он дал клятву на кресте Евангелия, что он вернется в Киев и сразу же уходит в отставку. И дальше остается по автопенсионерам доживать свой век. Но вернувшись в Киев, он нарушил клятву и объявил о создании своей собственной украинской церкви. То есть учинил раскол. Раскол по церковным правилам это самый страшный грех. С тех пор на Украине оказалось две церкви. УПЦ и Киевский патриархат, который стал исключительно политическим проектом. Этого никто не скрывает. Об этом открыто говорил первый президент Украины Леонид Кравчук. При поддержке власти казна канонической церкви оказалась полностью в ведении Киевского патриархата. Он же контролирует Владимирский собор в Киеве. Раскольники хотели силой захватить Киево-Печерскую лавру. В 1992 в обители ворвались около сотни боевиков. Монахов избивали и таскали за волосы. Святыню тогда отстояли. Потом такая же история была после Майдана. В мае этого года раскольники проникли в лавру под видом прихожан. Вот только некоторые из захваченных церквей. В Львовской области, в городе Турка. В Тернопольской, в селе Катериновка. В Житомирской области, в селе Колодянка. Сейчас захваченные храмы стоят пустые. Всего за это время захватили около сотни приходов и церквей. Киевским властям и киевским националистически настроенным, так сказать, кругам. Им хотелось прибрать и собственность в свои руки. И как бы понятно, что им хотелось иметь собственную национальную православную церковь. Потому что московский патриархат они считали пятой колонной. А там же речь идет и о лавре. Там речь идет о достаточно больших деньгах, о достаточно больших финансовых потоках, которые ходили. Вообще, надо сказать, что украинские приходы давали очень неплохие доходы. Еще там при советской власти, еще до раскола. Филарет очень хотел бы получить для киевского патриархата автокефалию. Но его не признают в мире. Возможно, объединение с УПЦ помогло бы. Но это в объединении происходит. Филарет сеет смуту, противопоставляя свое детище УПЦ. Меж тем, предстоятелю Украинской православной церкви киевского патриархата, Святейшему Патриарху Киевскому и всея Руси Украины, Филарету, так именует себя Михаил Денисенко, уже 89-й год. Образ жизни Михаила Денисенко никак не вписывался в принятые церковные каноны. Учинив раскол для своего патриархата, он выбрал совсем другую ролевую модель. Если бы Аль Капоне сейчас жил, то есть по степени преступления, преступности, по степени развратности души своей, он был бы у Филарета и подиакона, не больше. То есть он бы не потеснил его на троне беззакония. Потому что Филарет – это масштабный волчар. Это вообще, это уникум в мире преступлений. Манипулирование паствой, низкопоклонство перед сильными мира сего, заигрывание с радикалами – идеалы, на которых Михаил Денисенко воздвиг собственную церковь, далеки от христианских. Но оказались так близки нынешним киевским властям. Прочный союз майданного руководства и раскольника Филарета уже дал свои ядовитые плоды по всей Украине, подменив веру, надежду и любовь ложью, войной и страхом. Благословляет и благословляет бойцов правого сектора. Под прицелом телекамер щедро раздает медали новоиспеченным героям АТО за жертвенность и любовь к Украине. И весьма своеобразно трактует заповедь о любви к ближнему. Не треба думать, что население Донбассу невинное в этих стражданиях. Винное. И свою правину повинно відкупить стражданиями и кровью. Голосували на референдуме за федерализацию. Голосували. Сгрешили. Сгрешили. Крамола и смута. Ненависть и вражда. Филарет обильно сеет раздор меж собственного народа. Проповедями и молитвами не ограничивается. Самолично наведывался к нынешнему украинским правителям. Не забывает и про Вашингтон. Мы просим, чтобы Соединенные Штаты Америки помогли Украине современным оружием. К заокеанским друзьям Филарет летает не с пустыми руками. Джона Маккейна наградил орденом святого равноапостольного князя Владимира. Для Джозефа Байдена привез духовную литературу. Для Джона Керри вовсе провел в Киеве индивидуальную экскурсию к мемориалу Небесной Сотни. Энергичности и инициативности Михаилу Денисенко не занимать. Хватает и на рейдерский захват музея. Филареты и сотоварищи регулярно проводят молебны в стенах памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО, Соборе Святой Софии, с разрешения Украинского Министерства культуры. Остаются силы и на мирские нужды. Например, торговлю церковной землей. В буферной зоне, все той же Софии Киевской. Дорогие журналисты, мы сегодня назначаем столетие Украинской революции. Назначаем, а не святкуем. Почему не святкуем? А потому что Украинская революция створила Украинскую державу. А Украинская держава не смогла себя защитить. Но в создании Украинской державы активную участие брала церковь. Бо тогда утворилась Украинская автокефальная православная церковь. Почему? Потому что держава без незалежной церкви существовать не может. И для этого мы можем навести много исторических прикладов. И поэтому держава может существовать только тогда, когда есть незалежная Украинская церковь. АПЛОДИСМЕНТЫ Но для существования государства, как все мы хорошо понимаем, нужна армия. Нужна армия. Держава, которая не имеет армии, долго существовать не может. И поэтому враги украинской державы уничтожили сначала украинскую армию. Потом уничтожили Украинскую автокефальну церкву. Но главная причина прекращения существования украинской державы – отсутствие единства самих украинцев. Это урок истории. И мы снова становимся в таком же положении, в котором были наши деды и батьки. Мы допустили майже уничтожение украинской армии. Мы разделили Украинскую церковь на две частини – киевскую и московскую. И теперь наш враг наш, спокойный враг, створил условия для того, чтобы уничтожить нашу украинскую державу. Но Бог с нами. Бог с нами. Бо державу ми в другий раз отримали не благодаря революции, а отримали як манну с неба. У 1991-му році. И теперь мы проходим випробование. Другое випробование. Достойны мы, украинцы, мать свою державу и жить в умовах свободы. Или вновь в ярмо. Или в неволю. На этот раз народ наш каже, что нет. В неволю мы уже никогда не попадем. Мы создали армию, фактически новую армию, которая способна сегодня защитить нашу страну. И мы благодарны нашим героям-воинам, которые защищают нашу украинскую землю. Агресор понимает, что оружие он не возьмет нас, потому что мы имеем достойную армию. Наш народ жертвует все, что только может на наши оружие, на наши добровольные батальоны. И в тот же час наш ворог, агресор, не втрачает надея на победу над Украиной. Чему не втрачает? А він сподівается розсварить нас всередині. Розсварить, как патріотов. Патріотов с патріотами. Можуть патріоти с патріотами свариться? Виходит, могут. А кому это выгодно? Украине выгодно. Это выгодно агресору. И требует мать розум, светлый розум, для того, чтобы понимать, что мы делаем и кому мы служим, когда мы протестуем партию против партии, один против одного. Это же самое происходит и в церкви. Церква разделена. И одна украинская, и другая украинская. Но одна независимая, Киевский патріот, а другая независимая. А лишь там тоже украинцы. А почему же они не объединятся в одну независимую церковь? А потому что нерозумные. Нерозумные не знают, кому служить. Ось вы помните в этой зале, когда президент Петро Алексеевич Порошенко вручал нагороды героям Украины. Голова Украинской православной церкви Московского патріархата не встав, не вшанував героев. И сказал, что мы не можем вшанувать вбивц. Для нас герои, а для него вбивцам. Может быть, такие духовные особи служить украинской державе? Не могут. Потому что мы выступаем за единую поместную православную церковь, которая бы отстояла интересы украинского народа, украинской державы и украинского православия. Мы благодарны Верховной Раде за то, что она направила лист Вселенскому патріарху в поддержку, утворить, надание Киевскому патріархату Томасу, тобто документу про визнание автокефалии Украинской церкви. В имени нашей церкви я хочу висловить всем народным депутатам щиру подяку. На завершение я хочу закликать всех, не только Верховную Раду, а и уряд до единственности. Бо в единственности наша сила. И мы эти слова повторяем, а делаем все навпаки. Поэтому, если мы хотим победить, а мы хотим победить, то нужно объединиться. Объединиться навколо чего? Объект защиту украинской державы от агрессора. Все иншее другорядное. Важливое, но другорядное. Потому что, если не будет украинской державы, все иншие вопросы не имеют никакого сенсу. И это мы должны понимать. Если есть государство, мы можем в этой государстве свободно решить свои проблемы, наводить порядок. Но если не будет державы, то все наши труды даремные. Так же, как даремна была украинская революция, которая не смогла захистить свою украинскую державу. Поэтому мы не будем повторять помилку наших предпринимателей. Я думаю, что у нас вистачить разуму объединиться в защиту украинской державы. Другого квитня этого года мы объявили провести по всей Украине, в всех областных центрах молитву за победу над агрессором. И мы закликаем Украинскую православную церковь, Киевскую патриархату, Греко-католистскую церковь, Римо-католистскую церковь, протестантские церкви объединяются в молитве, чтобы Господь помог нам перемогти агрессора. И на второй день, понедельник, третьего, мы закликаемо всех до посту. Кто может, нехай пост не есть целый день, а кто не может, до обеду. И тем самым мы покажем, что мы хотим перемогти нашего агрессора. Мы обратимся к Богу, чтобы Господь помог нам. И поэтому мы шануем армию, покладаем, отдаем повагу, но надея наша главная на Бога. Бог должен нам помогать. И поэтому мы будем обратиться к Нему с молитвой. Слава Иисусу Христу и слава Украине! Не имеет никакого значения. Сегодня их 11, а завтра будет их 1000 только. Не в этом дело. Это дело в людях, до которой церковь они належат. Я уже говорил про то, что до Киевского патриархата належит от 44% до 48% населения Украины. При такой количестве парафий. То есть, если православных, это даже близко 60%. Теперь, что происходит сейчас в результате войны? В результате войны Великая количество, десятки и сотни тысяч верующих в Московский патриархату уже перейшли в Киевский патриархат. И пройшли без всяких скандалов. В Киеве, в областных центрах, в районных центрах, там, где есть храмы и Московского патриархата, и Киевского. И там люди ходили, например, в Лавру, перестали ходить в Лавру, ходят в Михайловский монастырь, в Володимирский или в другой собор. И никто про это не значит. Бачит это, но скандалов нет. А вот когда в селе один храм, и переважно храм Московского патриархата, и переважно большинство верующих Московского патриархата в результате позиции Московского патриархата по отношению войны не согласны с этой позицией, и выходят из этого церкви, и хотят перейти с храмом в Московский патриархат, а невелика частина залишается верными Московскому патриархату, между ними начинается борьба ворожнеча за храм. Так ось, в законе, который сегодня существует, есть статья про то, что каждая религийная громада мает право выбора своего центра. Ось, Московская громада может выбрать свой центр, и Киевская громада свой центр. А ось механизмы, как это делать, нет. Нема. И тому сейчас готуется в Верховной Раде закон, который удосканавливает закон про выбор религийными громадами своего центра. И если этот закон будет принят, то это приведет до того, что не будет ворожнеча в селах из-за храма. И наша позиция, позиция Киевского патриархата, не вороговать с верующими, с духовенцами Московского патриархата. Чому? Потому что мы видим в перспективе, что мы в одной церкви. В едином поместном церкви. В одной церкви будем. И нам будет легче объединяться, когда мы не вороги. А когда мы вороги, то тогда объединяться тяжко. И, видя в перспективе, что мы таки будем иметь в Украине одну поместную православную церковь, мы стоим на позиции неворогования. В сердце мае бути таки любовь. Так. Потому что и церковь проповедует любовь. Так. А без любови и царства Божего нема, и царства небесного нема. А тому оцю ликвидовать ненависть ворожнечу это завдание церкви. И насамперед духовенство. И быть уверенными, что не мы строим церкву, а строим церкву Бог. Так и правда там, где Бог. А поскольку с нами правда, не мы на Россию напали, а Россия на нас. То правда наша. А раз правда наша, то с нами Бог. И с нами перемога. Что церковь должна займаться духовностью, так, вона должна займаться духовностью. И это ее первое завдание. Для того вона и створене, для очищения людской души от греха, подготовки до вечно блаженного життя. Это миссия церкви. Но церква находится в государстве, в суспільстве. И вона не может быть сторонней по отношению до своего народа, до своего суспільства. И тому мы обговорим сейчас эту сторону деятельности церкви. Но это не значит, что это главная мета церкви. Церква должна турбовать про иную, про очищение от грехов и про спасение. Архиерейф та священників своєї церкви повідомляє їм. Москва звернулася до них через свою церкву в США з пропозицією примирення. Хоче домовлятися. На той момент Росію вже відвідали дві делегації Київського патріархату, де обговорювали з оточенням патріарха Кирила умови цього примирення. Зустріч відбувалася в конструктивній атмосфері. Пішлося про подолання тих суперечностей, тих негативних стосунків, які склалися між російською і українською церквами за останні понад 25 років. Тоді за обідом у Видовицькому монастирі Філарет озвучив присутням свої умови. Визнання Москвою УПЦ Київського патріархату та зняття з нього анафем, накладені тією ж Москвою в 90-х. Ті ж своєю чергою просять знизити градус навколо Московського патріархату. Філарет попросив присутніх усе тримати в секреті. Це була умова РПЦ до майбутнього архієрейського собору Російської Православної Церкви у Москві, який мав початися 29 листопада. Вони просили не повідомляти про зустрічі до того часу, як він не буде розглянути на архієрейському соборі. І пояснення було таке, щоб не було негативних впливів. Українська сторона свої домовленості виконала, а от російська зробила традиційно, використала ситуацію. І про таку загрозу патріарха Філарета сигнали були, але він все одно наважився на ризик. І ще перед офіційним оприлюдненням рішення собору російські ЗМІ почали виходити з такими заголовками. Лідер київського патріархата Філарет попросив патріарха Киріла прощення. Суть новини проста і образлива. Філарет попросив вибачення і хоче повернутися у лоно російської церкви. Скандал очікувано вийшов велетенський і одразу переріс межі церкви. То що ж насправді сталося? Покаяння Філарета? Зрив реальних міжцерковних переговорів? Чи чергова успішна спецоперація Кремля? Перемовини з київським патріархатом від Москви вели голова відділу зовнішніх зв'язків РПЦ митрополит Іларіон Алфєєв, його заступник Микола Балашов та секретар відділу Ігор Якомчук. Заступника Алфєєва Миколу Балашова пов'язують з російськими спецслужбами. Він має прямий доступ до розділу релігія в інформагентстві Інтерфакс. І саме Інтерфакс виказав інформацію про непублічні перемовини патріарха Кирила і патріарха Філарета. Тому одна з перших версій скандалу ФСБ і Кремль пішли проти позиції Кирила і спроби налагодити відносини з київським патріархатом. По суті зруйнувавши всі домовленості. Та інформація яка пішла в ЗМІ світові потужно пропагандистська про те, що київський патріархат він пішов на поклон до московського патріархата. Розуміло, що цю хвилю міжнародну хвилю буде значно важче сьогодні погасити ніж в Україні. В Києві усю ситуацію з таким пропагандистським відбуднили листа Філарета до патріарха Кирила. Його відвезла у Москву делегація київського патріархату ще 20 листопада. Цей лист Кирил називав основним технічним інструментом для просування потрібних рішень собору. І наполегливо його просив. Філарет погодився і написав листа за формулою «Пробачаю і прошу вибачення». Він закликав зупинити розділення, відновити молитовне спілкування, а ще зняти анафему. І ось уже київський патріархат змушений збирати прес-конференцію, аби пояснити, що відбулося. Примирення не сталося. Чому не сталося? Собор, скориставшись моїм зверненням, направив його не на примирення і на вирішення питання автокефалії Української церкви, а направив на те, що нібито ми хочемо повернутися до Московського патріархату. Не ми, а вони хочуть, щоб ми повернулися. Так ось я хочу заявити твердо ніякого покаяння в тому, що я обрав шлях автокефалії Української Православної Церкви. Не було, нема і не буде ніколи. Після прес-конференції я зустрівся з патріархом Філаретом окремо, аби уточнити деякі деталі. Перше, чи думав він над тим, що бажання російської церкви йти на зближення – це спецоперація Кремля, аби розвалити київський патріархат зсередини. Адже багато священників та вірян негативно поставилися до перемов з Москвою. То я попереджав, незалежно від того, як закінчаться ці переговори, яке буде рішення Архиерейського собору, щоб ми залишались єдиними. Тому що для нас єдність має більше значення, ніж автокефалія. Я запитав патріарха, чи погодився би він зустрітися з Кирилом і чи були пропозиції від нього. Поки що ніяких пропозицій про зустріч нема і не було. А ви погодилися? Ну, якби він запропонував зустрітися, я, звичайно, погодився б. Але від своєї позиції тобто автокефалія Української церкви не відступила. Тож, поки все підвішено у повітрі. Очевидно, зараз у Москві тривають консультації. Що робити далі? З одного боку, без питання визнання у ПЦКП діалог припиниться. А з іншого, київському патріархату тепер доведеться виправдовуватись перед українським суспільством і паствою. Навіщо були ці таємні перемови? Візити до Москви і слова вибачення. І не факт, що пояснення усіх задовольнить. В тому числі і всередині церкви. Скандал з листом патріарха Філарета майже повністю перекрив не менш скандальну історію. На цьому ж архієрейському соборі у Москві, де був присутній практично увесь єпископат Української Православної Церкви Московського патріархату на чолі з митрополитом Онуфрієм, сталося значне урізання і звуження прав УПЦ Московського патріархату. І хоч Москвою це подано світу як розширення, на справі викрилася пастка. Урізання прав відбулось. Причем суттєве урізання прав. Наприклад, раніше статут Української Православної Церкви приймався і затверджувався в Києві. Зараз його має благословити патріарх Кирил. Створення переформатування єпархій УПЦ МП теж візується у Москві Архієрейським Собором. Українська Православна Церква має свій церковний суд, але вищою інстанцією цього церковного суду є Архієрейський Собор Москва. Це прописано в статуті Архієрейського Собору? Абсолютно прав. Також Собор у Москві змусив згадувати у всіх українських храмах Московського патріархату російського Кирила. І це, в очевидь, в рази збільшить відтік вірників. Адже не секрет, що у багатьох церквах ім'я патріарха Кирила священники не читають, аби не радикалізувати паству. Єдиним сумнівним досягненням УПЦ МП у Москві є хіба що тепер центр управління цією церквою міститься не в столиці Росії, а в Києві. Але зроблено це було спеціально в протидію законопроекту. В Верховній Раді церков, чий релігійний центр знаходиться в державі агресори. І для того, щоб в судах мати такий серйозний козор, що навіть в статуті записано, що центр знаходиться в Києві. Це тільки для цього. Тож, під гаслом російських ЗМІ про розширення прав УПЦ МП де-факто і де-юре відбулися їх звуження. І не рятує тут зміна центру управління. Адже всі добре розуміють, де перебуває центр прийняття рішень? В Москві. Та попри всю скандальність ситуації і черговий інформаційний програш України є один небанальний висновок. Російська церква вийшла з ініціативою до Філарета вимушено. Позиції Московського патріархату в Україні буквально тануть. В тій самій Україні, де ще два десятиліття тому було 70% усіх приходів російської церкви. І Кирило не може не бачити катастрофи. Не може не розуміти, що благословив її сам. Какой будет война, знает Бог. Но война идёт, и Россия является агрессором по отношению к Украине. В то время, когда Россия является гарантом неприкосновенности украинської территории, украинської Когда Украина отдала своё ядерное оружие, причём единственная Украина из всех ядерных государств отказалась от ядерного оружия. и Америка, Россия и Англия дали гарантию неприкосновенности украинских территорий. И вот один из этих гарантов Россия временно отобрала Крым. Справедливо это? Несправедливо. Это говорит о том, что международные законы, международные договора не твёрдые. И поскольку они такие, то это большая опасность для всего мира. Россия отняла Крым, не удовлетворилась этим, начала военные действия на Донбассе, используя сепаратистов. То есть ту часть населения, которая хочет присоединить Донбасс к России. А по всему миру распускает неправду. И тут я хотел задать вопрос. А что сейчас, как вам кажется, для христиан Украины важнее? Справедливость или милосердие? для христиан важно и справедливость, и милосердие, потому что Бог есть и любовь, и правда. Поэтому нельзя отделять милосердие от справедливости, и справедливость от милосердия. милосердие. И поэтому, если относить, говорить о Донбассе, о восточной Украине, то по отношению к этой части Украины должна быть и справедливость, и милосердие. А потому что украинский народ увидел, какая церковь является действительно украинской церковью, защищает украинские интересы, украинское государство, а какая защищает интересы России. И поэтому народ увидел, кто есть кто. И в результате этого очень много, не десятки, а сотни тысяч прихожан Московского Патриархата перешли и переходят в Киевский Патриархат. Почему? Потому что они думали, что это действительно украинская церковь и служит украинскому народу. А когда началась война, они увидели, что эта церковь служит интересам России. Чем она служит? Она выступает мы за мир. И мы за мир. И все за мир. Но за какой мир? Мы не хотим быть в мире в условиях рабства. Мы не хотим, чтобы Украина снова вошла в состав Российской империи. Такого мира мы не хотим. Мы хотим справедливого мира. А справедливый мир, это значит, Украина должна быть независимым государством, дружественным государством по отношению ко всем европейским государствам, в том числе и по отношению к России. Вот такого мы хотим мира. Эта церковь говорит, что никакой агрессии со стороны России в Донбассе нет. То есть говорит неправду. А что говорит? Идет братоубийственная война. Кого с кем? Украинцев с украинцами. А что там российские войска, что из Донбасса везут гроба в Россию, об этом они молчат. А церковь должна говорить правду. А бояться того, что украинская православная церковь, церковь большая, потому что на Украине всех православных больше 35 миллионов. И если эта церковь отделится от московского патриархата, а она уже в большей своей части отделилась, то московский патриархат не будет такой большой церковью, которая диктовала бы свою волю всему православию. Не будет этого. И поэтому этого опасается Российская церковь. И мы хотим, чтобы российский народ и вообще народы, которые входят в состав Российской Федерации, занимались своими делами, не вмешивались в дела соседних государств, в частности Украины, чтобы они не вмешивались. А они хотят вмешиваться, не только хотят вмешиваться, а хотят присоединить Украину к России. Например, что-то означает российский мир, русский мир, который проповедует патриарх Кирилл. Что значит русский мир? И кто входит в русский мир? В русский мир, по их словам, входит Россия, Украина, Белоруссия и почему-то Молдава еще. Это и все русский мир, то есть единое целое. И как часто заявляют россияне, что украинского народа как такового нет, а есть только русский народ, то есть они нам отказывают даже в нашем национальном самосознании. И как мы можем относиться к этому? Простите меня за мой вопрос. Вы бы могли и хотели бы оказаться на месте патриарха Кирилла? я мог бы быть московским патриархом, мог бы, так, но я отдался в волю Божию. Так, если бы я был московским патриархом, не знаю, как бы я поступил, но не думаю, что я бы поступал так, как поступает патриарх Кирилл. Я думаю, что патриарх Кирилл чувствует, что он зависимый от своего государственного руководства. Зависимый. Потому, что если бы он независимый, он, как патриарх, не должен был бы говорить неправды. А вы зависимый патриарх? А я независимый. Вот когда бывший президент Украины Янукович повел, хотел повезти Украину не по тому пути, я смело сказал ему, что он идет не по тому пути. Потому, что я независимый от власти светской, то есть государства. Вы знаете, я хотел, мне кажется, поправьте меня, что так или иначе вы всегда, вам, наверное, может быть, это большое везение в жизни, что вам приходилось поддерживать украинский народ в его большинстве, когда происходил какой-то выбор. Вы могли бы пойти против воли украинского народа, если бы вы считали, что это лучше для страны? Против украинского? Объясню. Ведь Майдан поддержало много людей, и вы его поддерживали тоже. А если бы происходили события, когда вам надо было сказать «не делайте так» большому количеству прихожан, смогли бы вы это сделать? Я вам яснее скажу. Я как патриарх, как руководитель церкви должен поступать по правде. если народ идёт неправильным путём, я как патриарх должен сказать этому народу, что вы идёте неправильному пути, то есть нарушаете заповеди Божии. Если же народ идёт по правильному пути, то церковь должна быть с народом. конкретно если взять украинский народ, украинское государство, что мы хотим? Мы хотим быть демократическим государством, мы хотим быть в союзе с Европой, мы хотим жить в свободе, и народ этого хочет. церковь должна это поддерживать, или она считает, что это неправильный путь, или мы должны идти в рабство. Какой путь правильный? Свобода или рабство? Свобода правильный путь, потому что Бог дал человеку свободу, свободу выбора. А рабство это грех, это подчинение слабого сильному. А мы хотим быть свободными. У нас и в гимне слова душу и тело мы положим за нашу свободу. так? Кому должна, по какому народу должна служить церковь? Тому, который хочет свободы, демократии или тем людям, которые хотят врагства. Потому что даже те, которые хотят присоединиться к России, хотят быть свободными. Потому что каждый человек хочет быть свободным. Потому что в природе его заложено свобода, а не рабство. Я уверен, уверен, что в Украине будет одна православная церковь, причем поместная, независимая от московского патриархата. Будет. Какая роль Украинской православной церкви в украинском государстве? Быть независимой от государства, первым, и быть духовной основой украинского государства. Не только православная церковь, потому что в Украине есть и греко-католическая церковь, и римно-католическая церковь, и протестантская церковь, но православная церковь является самой большей. Приблизительно 65% населения это православная. Поэтому православная церковь должна быть духовной основой независимого украинского государства, миролюбивого, дружественно по отношению ко всем государствам. И с Россией мы хотим жить в дружбе. Они не хотят. Они хотят, чтобы мы были подчинены им. Тогда они будут дружественны с нами. Когда Украинская православная церковь Киевского патриархата будет признана автокефальной церковью, то есть независимой церковью вселенским православием, то есть вселенским патриархом. Но ведь это же церковная политика. Наверняка западные церкви не хотят ссориться, предположим, с московским патриархатом. То есть получается, что он должен ослабнуть для того, чтобы они решились на это. Я не прав? Правы. Вот когда он ослабнет, а он ослабнет, когда Украинская церковь войдет в состав мирового православия как автокефальная церковь, он тогда ослабнет, и тогда отношение к московскому патриархату будет другое по сравнению с тем, которое сегодня. Потому что на сегодняшний день московский патриарх является самой большой церковью православия. и поэтому западные церкви, и римно-католическая церковь, и протестантская церковь, все смотрят на православие через призму Москвы. Думаю о том, какой будет Украинская церковь после меня. И какой она будет? она будет единой, независимой, автокефальной церковью, единой в своем составе. Внутри борьбы удержаться от разрушительной борьбы? Не будет. Не будет. Не будет. Я предусмотрел это. И мы напередодни Резва Христову святкуем вызволения наших кращих сынов и дочек, которые заходились как заручники полонии. Для всего украинского народа сегодня велика радость. Это одна из побед, которые получает украинский народ Путин и сепаратистов, чтобы они согласились на вызволение вас, наших лучших сынов. церкви была, есть и будет с вами и с всем украинским народом. И нехай Господь Иисус Христос, который всегда победит, поможет и нам победить остаточного агрессора. Бо правда с нами и мы не только мы знаем, но и весь мир. Украина миролюбива и доказом этого это что она отдала свою ядерную оружие. А агрессор, который должен дотриматься своих обещаний, как гарант нашей недоторванности, выбрал у нас Крым, хочет забрать Донбасс, но ничего не выйдет из этого. Чему не выйдет? А потому что правда с нами. А там, где правда, там Бог. А где Бог, там всегда победа. И поэтому мы должны быть уверены, что победа за нами. Мы не знаем время, но то, что прийдет этот время, мы в этом уверены. И тому нехай Господь наш Иисус Христос допомогает всем нам, укрепляет наш дух, нашу любовь до нашей Ветчизни, до нашего народа и до нашей Украинской державы. Слава Иисусу Христу и слава Украине. Герои славы Какая причина не объединиться? Нема причины. Поэтому або вы объедуете с Киевским Патриархатом, с правдивой Украинской Церковью, або називаете тогда Российской Православной Церковью в Украине. И когда таке питание перед епископатом, духовенством и верующими повстане, то я переконанен, переважно большинство этих парафий и парфий приеднается до правдивой Украинской Православной Церкви. Чему я подкреслюю правдивой Украинской Церкви? Потому что сегодня Украинская Православная Церковь Московского Патриархата называется Украинской А украинского немало ничего. Богослужение не распространяется Украинской мовею. Проповедь не выголошается Украинской мовею. История Украинской Церкви выгодается в духовно-худшебовый заклад, перекрученную на угоду Москве Российской империи. То яка же вона Украинская Церква? Треба нам всему понимать, что греко-католистская церковь это католистская церковь, не православная, католистская церковь, потому что визнает своим главой римского папу. И поэтому она католистская церковь, в составе единої римо-католистской церкви. Какие у нас взаимовидносины с греко-католистской церковью? Добрые. Мы стоим на одних патротичных позициях. И православная церковь Киевского патротархата защищает интересы украинской государства, украинского народа. И греко-католистская церковь занимает то же самое поведение. Поэтому в этом отношении мы украинской церковью, но в складе Константинопольского патротархата. Так вот, если греко-католики хотят объединяться с Украинской православной церковью, в одну, то треба им відокремиться от Рима. Так само, как Московскому патротархату відокремиться от Москвы. Но на это не готовы греко-католики. Объединение еще может быть в том и Римно-католистская церковь в одну церковь Христовую. Но все это зависит уже не от Украины, а от всего православия и от всей Римно-католистской церкви. Но это только желание, а я думаю, что вряд ли это когда-то будет, чтобы православная церковь и Римно-католистская церковь когда-то объединялись. Мы можем находиться в хороших отношениях, не вороговать между собой, но и належать к разных церков, потому что мы имеем разные веровщины. Не чув, чтобы Константинопольский патріарх пропонувал греко-католистской церкви приеднаться в качестве метрополии к Константинопольскому патріарху. Греко-католистской – нет, но чтобы была тут метрополия. Была пропозиция Киевскому патріархату войти в склад Константинопольского патріархата. Такая пропозиция была за часы президентства Виктора Ющенко. Тогда мы провели переговоры с Константинопольским патріархом про задание томосу про автокефалию Украинской церкви Киевского патріархата. Но Константинополь предложил нам сначала войти в склад Константинопольского патріархата, а потом уже как часть Константинопольского патріархата получить от них автокефалию. И я спросил их, а когда это будет? Он говорит, ну может через год, может через пять лет, а может через десять. А я подумал, а может через сто лет? То нам таке входжение в Константинопольский патріархат не нужно. Нам в Украине нужна независимая церковь. Независимая ни от Москвы, ни от Константинополя, ни от Рима. То есть мы хотим быть независимой страной, в которой есть независимая Украинская церковь. Вот этого мы хотим. И этого мы достигнем. Чому мы достигнем? Потому что любая страна не будет долго терпеть на своей территории церковь, которая служит интересам другой страны. Не нужно переследовать. Но если эта церковь, которая принадлежит к другому центру, будет служить интересам другой страны, а не своей, то держава, имея меч, должен пресекать. Не пресекать за то, что они, там, споведуют, належать к другому центру, а за то, что они выступают против интересов своего народа. А если, как я говорил, Российская православная церковь в Украине будет совершать богослужение, проповедовать российской мовой, то держава не имеет права переследовать такую церковь, потому что в Украине свободы совесть и свободы. А если эта церковь служит интересам российской государства, то держава не должна быть байдужой. Ну, например, вот сейчас, керевництво Украинской православной церкви Московского патріархата на подеи, которые происходят на Сходе, говорит, что это гражданская война. Почему таку неправду говорить, когда там идет агрессивная война с боку России, а керевництво не хочет назвать агрессора, агрессором знают законные методы, но должна на это реагировать. То есть она не должна быть байдужой, потому что это одно из них не захопливает. Так вот, Москва хочет все это в среде Украины сборить, чтобы у нас не было консолидации. Так вот, заради того, чтобы консолидация была, наша церковь выступает за то, чтобы у нас не было распаливания релігийной ворожничеи. Мы принципово стоим и не захопливаем храмы. Мы мали возможность подчас революции гидности войти в Лавру. Мали возможность, но мы отмолились от этого, потому что это по всей релігийной ворожничею. Нам сами пустые помещения не нужны. Мы хотим объединяться с народом в единую церковь. То есть наша церковь стоит на позиции консолидации украинского общества. И насамперед, она сделает все возможное, чтобы эта консолидация была между церквами, между релігиями. И православная церковь, которая сегодня на сегодня наибольшей в Украине церковью, потому что до нее наложит больше 60% всего населения Украины. Она и есть наибольшей церковью. Но, будучи наибольшей церковью, она не зависит от государства. Держава не влияет на церковь, на ее внутреннее жизнь. И церковь не зависит от государства, потому что, будучи наибольшей церковью в Украине, православная церковь не станет государственной церковью. Не станет, хоть много кто думает, что она станет государственной, но она не станет государственной. Но она будет поддерживать украинскую государство, будет поддерживать интересы украинского народа. Как она поддерживает во время революции гидности, как она поддерживает сейчас нашу украинскую армию, она и дальше будет поддерживать украинскую государство заради украинского народа. А не потому, что она зависит от государства и является государственной церковью. Вот когда государство будет втручаться в внутренние дела церкви, церковь заявит свою и скажет свое слово. Как она сказала свое слово в часы президентства Януковича. Ось когда Янукович не подписал документ про ассоциацию Украины в Европейском Союзе, то церковь наша заявила, что она не согласна с этим. Она прямо сказала президенту президенту про это. И церковь в суперече владе, в суперече владе Януковича, открыла Михайловский монастырь, приймала тих молодь, яка текала от переследования на Майдане, открыла отделение хирургии у своих храмов, давала, давала можливість годоваться, потім ночевлю, зігревала під час морозів, тих, хто був нам, робила. В суперече державе, суперече якої держави, владе Януковича, так вона буде і в майбутньому. Тому що інтереси наші держави і церкви співпадають. В чому співпадають? Без держави не може існувати незалежна українська церква. Не може. Тому, коли був Радянський Союз і Російська імперія, незалежної української церкви не було. Автокефалія виникала тут, а вона нищилась. Тому ми знаємо, що автокефальна церква може існувати тільки при умовах існування незалежної держави. Тому ми зацікавлені в існуванні незалежної держави. А незалежна держава зацікавлена в тому, щоб була незалежна церква. Бо без незалежної церкви не буде незалежної держави. Ось війна показує, чому вона йде. А тому, що тут знаходиться частина залежної церкви від Москви. Не було б цієї частини залежної, війни б не було. Ви маєте на увазі російськомовне населення, російське населення... Ви маєте на увазі інші інституції, які є проросійськими, включаючи медіа, все інше, що впливає на цих людей, не лише церкви. Навіть, якщо взяти медіа і все інше, цього б не було, якби не було підтримки з боку цієї церкви. Ось, якби уявіть собі, в Україні існує єдина православна церква, незалежна. Засоби маси інформації подають інформацію неправдиву, не в інтересах Україні. Що церква мовчала б? Церква б не мовчала. Вона б викривала в своїх проповідях, в своєму спілкуванні з віруючими. Вона б сказала, не дивіться цю неправду. Такий шанс є і зараз в церкві, бо неправди ще багато. Неправди, тому що нема єдиної церкви. Тому і неправди ще багато. Ви вірно сказали, що у нас неправди багато. І влада, різні її гілки, не завжди поступають по правді. Не завжди. А треба жити по правді. Але зараз ось що ми спостерігаємо? Що і частина суспільства, і простий народ піддаються на російську пропаганду. Яким чином піддаються? Треба міняти владу. Ось влада ми стали жити гірше, чим при Януковичі. І на цю будку, на цю приманку багато хто клює. Ну, тому що це і вправда така, знаєте, бо дійсно стало важче жити. Чому клюють? Дійсно, стало, життя погіршилось, тому що йде війна. Але чого хочуть? Змінить владу. Для чого? Що, якщо змінять владу, стане автоматично краще? Не стане краще. Ви ж цю владу обрали. Ви ж обрали цю Верховну Раду. Ви ж обрали президента. А що, скажіть, президент не зробив благо для України? Яке благо? А те благо, що ми сьогодні ще живемо в незалежній державі. Що сьогодні немає війни в Києві і по всій Україні. А могла бути війна і по всій. В чому це? Заслуга є президента? Є. Він армію укріпив. Він не дав можливості агресору розширитися по всій Україні. І це велике благо. Ось нехай хтось не уявить, що зараз обстрілюють Авдіївку. А так можуть обстрілювати Київ. Можуть, можуть. Якщо не влада допустила б це, але ж влада наша не допустила це, заслуга є в цьому? Є. Тому не треба піддаватися оцим спокусам. Треба спочатку захистити свою українську державу, щоб ми дійсно жили в свобідній державі. А потім наводити порядок у своїй державі. Але порядок залежить не тільки від влади, а залежить від нас, рядових громадян. Корупція. Ось ми боремось проти корупції. А хто корупціонери? Тільки олігархи? Тільки олігархи, а всі ні? Кожний, хто дає і хто бере, є корупціонер. Якщо б не давали, то й не брали б. А то ж дають, а корупціонери беруть. Правда, корупціонери створюють умови. Такі, що людина для того, щоб вирішити те чи інше питання, змушена давати. Ну, в цьому ж корупціонер беруть участь і громадяни рядові, і чиновники всі. То треба корупцію боротися всім і починати з себе. І наш обов'язок не тільки пам'ятати про них, про їх подніг, а молитись за них. І не забувайте, що зі смертю життя не пропиняється, а продовжує існувати вічно. Але ті, що віддали своє життя з любові до ближніх своїх, до Бога, до України, ті успадковують вічне блаженне життя. І це повинно надихати нас і на майбутні подліги. Тому що смерть не є поразною. А смерть часто буває перемогою, як і в даному випадку. Тому нехай Господь наш Ісус Христос, який прийшов спасти нас від гріха і від смерті, варує тим кращим нашим синам і дочкам вічне блаженне життя. Хочу, Петро Олексійович, вам особисто подякувати, Тому що завдяки вашій наполегливості, вашій мудрості, ми досягли цього. Так, бо і попередні президенти теж працювали, але не досягли. А ви досягли цієї загальної нашої мети. А якщо возникає вражда, тим більше війна, то, значить, є причина. А причина – зло, причина – грех. Тому що Патриарх Кирилл – чоловік смертний. І конец його життя теж прийдет. А буде інший Патриарх і буде по-другому смотреть на вещи і на історію. Чому ми поверені, що вопреки заявліням Патриарха Кирилла, автокефальна церква в Україні буде? Тобто, автокефальна церква і зараз є. Але автокефальна церква буде єдиною в Україні. Чому? Где основання? Основання – существування українського государства. Ось там, де существує українське государство, там существує і автокефальна церква. Ось коли Русська церква стала автокефальна, коли образовалось велике Московське княжество, независиме від Руссько-Литовського государства. Ось коли возникла це велике Московське княжество, ось тогда возникла і автокефальна церква, то є московська метрополія. І возникла вона согласія Константинопольського патриарха? Предварительно нет. Нет. Константинопольський патриарх, в состав церкви, в которую входила киевская метрополія, не признавал отделение московской метрополії от киевской, і не признавал 141 год. А потім все-таки признав, признав, і не тільки Русську церкву, і всі інші 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 інші, получили автокефалью, і теж Константинопольський патриарх не признавал їх одних більше, інші 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 інші, але більше всього не признавал болгарську церкву. Але, в конце конців, і цю признав. Тому на цьому основанні ми уверені, що і українська церкова буде признана автокефальна церкова, не тільки інші інші церквами, але в тому числі і Русській церкві. Тому що нема основанні канонічного і історічного не признавати українську церкву, автокефальну церкову. Тому, коли Україна входила в состав Російської імперії, в состав Советського Союзу, було одне государство, тоді була і одна церкова. А тепер, коли Російської імперії немає, і Советського Союзу немає, а образовались независиміе государство, то кожне независиміе государство, якщо воно православне, має право на существування автокефальна церкова. Тому слова патріарха Кирилла, що ніколи не буде признана автокефалью української церкви, несправедливі, ложні слова. Тому що придет час, і Російська церкова теж признає автокефалью української церкви. А справедливість заключається в тому, що Крим був, є і буде від території України. Тому що Москва заявила, що она гарант неприкосновенності української території. Заявила, що она гарант неприкосновенності, а тепер оккупувала Крим. І Донбасс був, є і буде української території. Надо видити і хороше. А що хороше? А хороше то, що український народ, в тому числе і власть, стала на захисту українського государства. Так, не було армии боєспособної. А сейчас ми имеємо боєспособну армію, которая імеє можливість захистити свою територію. Положительне це. Положительне. Результат – це Майдан. Да, результат Майдана. Так? Потому що Майдан выступив проти власні, яка не захищала своє государство. Сейчас йде боротьба в Україні з несправедливостю, то і з корупцією. Положительне це. Положительне. Тому не треба считати, що в Україні і зараз тільки негативні процеси відбувають. Так, негативного ще багато. Але це наслідие предідущих років. І ми веримо, що ми і з цими проблемами справимося. Український народ вообще народ религиозний. Так, і поєтому і построєно більше трьох з половиною тисяч храмів. Надо бояться гріха. Бояться. А яким образом можна вызвати в себе страх бояться гріха? напомінать себе о страшном суде і о вечних страданнях. Вот коли людина напоминає, що він бессмертний і буде суд Божий, то вот этот суд і бессмертие заставляє человека серьезно относиться к своїм чувствам, к своїм делам і к своїм мыслям. Бороться со своїми гріхами, с внутренним злом, яким образом? Страхом. А коли людина страхом побіжджає гріх, є другої способ, награда. пример, немецкий народ страдав после окончания Второї мирової войны? Страдав. Так, во-первых, разделили Германию на две части, хотя советське руководство предлагало после окончания войны разделить Германию на отдельные государства в границах каждой немецкой земли. Так, страдання – це результат чего? Результат агресії. Тому той, хто несправедливо поступає по отношению к другим народам, должен помнить, що є Бог, котрій своє время воздасть за злі дела. Для того, щоб було доверие, надо служити народу, служити государству, тогда буде доверие. Будуть служити народу чиновники, министры, буде доверие. Не буде служити, не буде доверие. Почему доверие к церкві? Потому, що церковь служить народу і видят це. Почему доверие к армії? Потому, що защищає армія своє государству своє народ, тому доверие. Для того, щоб було доверие к государству, к власі, надо служити народу. Но уверен в тому, що придет время, коли в Україні буде одна православна церкова, і що церковь буде признано іншими церквами. Що це буде. Тільки я не знаю, коли. Це Бог знає. А то, що це буде, в церкві не має ніякого сомнення. Признання української церкви автокефальній со сторони вселенського патриарха, це буде стимулом для об'єднення всіх православних християн в Україні в одну церкву. Так. Таке действительно є, що відказалися церкові московського патриархата, а в Запорожжі відказалися крайній дівчині? Конечно, їх не може ніхто крестити. Євні правила, наша церкова вже по апостольським правилам. Вони не кріщені. То, що філаретівська це не церкова, це організація громадська чи політична, це не церкова. То, що церкова одна вона.